Сегодня я рада сказать, что у нас в гостях Рафаэль Мандер, очень интересный человек. Добрый день, Рафаэль. Специальный корреспондент Financial Times в Центральной Европе. И я уверена, что многие из вас уже имели возможность прочитать статью о беларусском медиа-секторе и проблемах больших технологических компаний из Беларуси. Именно Рафаэль написал эту статью, поэтому мы рады сегодня пригласить вас и узнать, как Беларусь может быть в фокусе ведущих СМИ мировых и как вы, ваши коллеги, работаете с такими темами. Пожалуйста, вам слово. Большое спасибо, Елена. Спасибо, Беларусь и Пресс-клуб Беларусь за то, что пригласили меня. Большое спасибо тем, кто сейчас слушает и смотрит нас. Я не уверен, что я готов сегодня дать целую лекцию. Могу рассказать, может быть, о своем опыте журналистском. Иногда я преподавал в университете, но вы все очень опытные люди здесь. Я здесь не для того, чтобы вас чем-то учить, просто для того, чтобы поделиться с вами своими мыслями и опытом. Итак, я, прежде всего, хочу сказать, что я был корреспондентом, уже работал корреспондентом 31 год, начал работать в 93-м году в Швейцарии. В 2000 году я присоединился к Financial Times сначала в Париже, затем ушел оттуда, работал 13 лет в Нью-Йорк Таймс и потом вернулся в Financial Times. То есть я уже новый старик у себя в газете. Это не так часто происходит, но как есть. Итак, я вернулся, в основном, поскольку ощущал давление в Нью-Йорке. Мне не очень хотелось работать в редакции в Нью-Йорке, и я увидел возможность поработать в Центральной Европе, когда началось вторжение, полномасштабное вторжение в Украину. Но я не знал, сколько продержится Украина, два, три месяца или год, но я знал, что этот регион будет интересным с точки зрения властной повестки. И поэтому я всегда к этому стремился, стремился быть там, где интересно работать, там, где появляются новости. Иногда мы, журналисты, похожи на стервятников. Вот так мне говорят. Но я себя так не вижу. Я вижу себя человеком, который ищет место, где можно получить много интересной информации. Я работал в разных ситуациях, но я не работаю на передовой. Но как бы мне всегда интересно, в конце концов, как происходит переход Европы и переход внимания на восточный фланг. И мне кажется, так будет происходить в ближайшем будущем. Если ситуация будет играть в пользу Украине, всем будет интересно узнать, что будет там дальше. Если нет, то, тем не менее, уроза России будет очень реальной. Особенно, если Россия победит в Украине. В любом случае, поэтому я переехал работать в этот регион. У меня корни из этой части мира, и мне поэтому очень интересно. Тем не менее, я приехал сюда работать не по личным причинам, а по профессиональным. Я думаю, это дает мне преимущество, которое заключается в том, что я чувствую себя эмоционально не связанным с тем, что я пишу. И мне кажется, это очень важно. Потому что, когда я смотрю, что происходит в СМИ, я бы сказал, что большинство проблем в СМИ, там много проблем, но это неистно, но тем не менее, одна из проблем связана с тем, что СМИ стали очень пристрастными. Это часто вижу, когда я читаю большие материалы или слушаю радио. И в Польше не надо никого убеждать в том, что это правда. когда мы видим, как сейчас происходит. И я смотрю, что СМИ являются важным элементом власти Польши. Те, кто контролирует СМИ, контролируют повестку. Мне кажется, это так не должно быть. это общественные СМИ в Польше, которые финансируются из госбюджета, и поэтому они должны служить интересам всех, а не только одной из политических сил. Но как есть, так есть. Тем не менее, я освещаю ряд стран. Одна из них – это Беларусь. И, конечно, Беларусь для меня – это исключение из правил. Это страна, в которую я сейчас не могу поехать, или очень сложно мне туда поехать. доступ к Беларуси, конечно, намного более затруднен, чем другие страны. Я не могу сесть на самолет или на поезд и поехать в Беларусь, как я, например, могу поехать в Прагу, или Братиславу, или в Молдову. В Беларуси все по-другому. Нет человека, который передать мне информацию из Беларуси, как мне бы хотелось, потому что люди, которые работают с правительством, они не не может передать эту информацию. А люди, которые за пределами страны, они за пределами и не думаю, что у них есть доступ к ситуации. Поэтому очень важно проводить шансовскую деятельность на основе того, что вы уже получили от людей. Они напрямую... Вот это одна из больших проблем, с которой я встречаюсь. И я уже общался с членами беларусской оппозиции, с лидерами в Вильнюсе, в других странах, где я с ним встречался. и я чувствую, что чем больше времени они живут за пределами Беларуси, тем больше они попадают и поживают в параллельной реальности. Конечно же, здесь также вмешивается ситуация, когда у этих людей муж в тюрьме, но эта реальность не совпадает с реальностью людей, которые живут в Минске, Витебске и в других частях Беларуси. Поэтому я это видел в других странах и эта проблема не единственная для Беларуси. я был в Мадриде, когда половина оппозиции Венесуэлы переместилась в Мадрид, включая основных лидеров оппозиции. Они приехали в Мадрид, кто-то из них до этого сидел в тюрьме и они присоединились в Мадуро и они живут параллельной реальностью в сравнении с Краксом. Некоторые из них даже один из лидеров стал членом Европейского парламента. И сложно быть лидером оппозиции в своей стране, если вы представляете интересы другой страны в Европейском парламенте, например. В их случае и, на мой взгляд, они живут прекрасной жизнью, которые еще еще больше отдаляют их собственной страны, их везде приглашают, с ними обращаются как со звездами, в частности, на больших конференциях. И это хорошо, потому что им нужно продавать свою повестку, но я не уверен, что их повестка сопадает с повесткой людей, которые живут в Венесуэле, по крайней мере. я вижу, что это несовпадение на лицо одно. Один из моих вопросов следующий. Представьте, если у нас выборы в Венесуэле, свободные, или в Беларуси, кто победит на этих выборах? Если бы они проводились сейчас или через год. люди в этом не в этом и вот вопрос, люди выберут человека, которого они не видели уже в стране три или пять лет? Он актуальный. Истории, связанные с Беларусью, которые я освещал, Я приехал впервые в июне, в июле. Тогда польское правительство, оно дало доступ. Тут, вы помните, они построили стену и там не так просто. Пятиметровый забор не построили, не так просто было попасть в Беларусь. Они не давали доступа туда и я хотел туда проникнуть. Первые дни, когда они возобновили доступ в страну, я поехал. И эта история была очень интересная, поскольку она была связана с нелегарной миграцией, организованной Лукашенко. Помните, там были целые каналы перевозки нелегарных мигрантов на самолеты в Беларусь и дальше доставляли на границу. Там было много историй, связанных с Украиной, потому что, в конце концов, для глобальной аудитории вопрос Беларуси звучит следующим образом, насколько Беларусь является союзником России на всех уровнях, в частности на военном уровне. В тот день, когда Путин объявил о том, что они перемещают федерное оружие в Беларуси, это был шок, потому что не только для зоны конфликта, но и для ЕС, потому что это показало, что возможно их возможности атаковать из разных точек увеличились и больше, чем до этого предвиделось. Вот это была история, которая меня интересовала в тот момент Беларусь в военном плане. Прошлым летом стал приближищем вагнерпцев, и я никогда не увидел, не знал, сколько времени Пригожин проводил в Беларуси. В любом случае, все вы знаете об этом, и это беспокоило многих, что вот эта миграция, гибридная война, может возобновиться с помощью вагнердцев. И эти все сумасшедшие теории, может быть, не слишком сумасшедшие, которые не материализовались, я встретился с поседателем Национального бюро безопасности, который сказал, что мы уже строим какие-то лагеря для того, чтобы перевозить вагнердцев из Африки, и будем потом их переправлять в Польшу. Ну и все эти истории муссировались в СМИ, например, то, что инструкторы вагнеровцев тренируют военно-белорусских. Опять же, это была интересная тема, которая привлекла внимание. И я бы сказал, что последний элемент или самый важный для меня был тот, что я получил визу в Беларусь. Это было в июне прошлого года? Счастье или не счастье? Не знаю. Я ездил в Беларусь до того, как там появился Пригожин, иначе это было бы интереснее. Он попытался атаковать Кремлин уже после моего отъезда из Беларусь. Но эта поездка для меня была очень интересная, потому что я, по крайней мере, почувствовал, что я встретился с людьми, которые видели страну, которую они освещали. Интересно, что, когда я собирался ехать в Беларусь, я спросил некоторых представителей оппозиции, некоторых активистов, с которыми потом встретился, до этого встретился во Львове. Я спросил у них, что они думали о моей поездке в Беларусь. Они сказали, что это плохая идея, ты полный идиот, если хочешь туда поехать. Мы думали, что ты опытный человек, но видно, что совсем неопытный. И я помню, что мне сказали, знаешь, что с тобой случится? Будешь ехать в такси, такси становится на красный свет, откроются двери, тебя вытащат, и в следующий раз будешь в суде и потом в тюрьме. Я подумал, ну ладно. И потом я спросил, а почему? Потому что говорят, вот так там все работает. Так вот там стоят дела. Сказал, спасибо. Подумал, подумал, и потом говорю себе, ну в конце концов, я попросил официальную визу журналиста, и самое простое для беларусов, официальных лиц будет отказать мне в этой визе. Я сейчас опять подался на новую визу, и пока что документы мои, то есть ситуация обсуждается. У них специальная комиссия рассматривает мою просьбу сейчас, глава комиссии болеет, поэтому вот пока что обсуждается все. И первый раз мне дали крикосочную визу. Я два раза ходил в посольство, встречался два раза с первым секретарем посольства. Я сказал ему, что… Мне, в принципе, кажется, мы с ним подружились, поговорили о футболе. Мой любимый трюк. Кстати, он поддерживает Арсенал. И я как-то с ним об этом поговорил. И был беларуський игрок, который играл за Арсенал. И мне кажется, это немножко расслабило атмосферу. Но, тем не менее, я не знал, что именно я буду делать в Беларуси. Я спросил посольство, помогут ли они мне организовать интервью. И они сказали, а с кем вы хотите провести интервью? Я им выслал длинный список. Люди, связанные с правительством. И они сказали, ну, посмотрим. Они сказали, вот прямо сейчас мы не можем гарантировать вам встречи с этими людьми. Потом говорят, но, когда вы там будете, может быть, мы можем некоторые из них организовать. И, поскольку я пишу для СМИ, освещающих вопрос экономики, я сказал, моя главная причина приехать в связи с тем, чтобы посетить промышленную ярмарку Белагра. Они спросили, почему? А я сказал, ну, это очень большое мероприятие, сельскохозяйственная выставка. И я так понимаю, что самое крупное мероприятие, которое у вас есть в стране. Они сказали, да, там невероятное мероприятие. Я сказал, ну, вот мне бы хотелось там быть. И они сказали, ну, хорошо. И я решил, что буду работать очень открыто. Не буду там где-то с кем-то договариваться встречаться в темном углу в Минске. Что случилось в конце, они дали мне надежду на то, чтобы я смогу встретиться с некоторыми людьми, с которыми я хотел, а этого не произошло. Но мне удалось, я попал на Белагра, мне удалось встретиться с многими другими людьми. И удивительно, я работал с переводчиком тогда, которое я нашел в сети журналистской, с которым мы серьезно работали. Которым было весело, но очень хорошим был специалистом и очень надежным. Всегда вовремя приходил, хорошо переводил, работал с многими делегациями, с поставленными всемирными банками и так далее. В прошлом он сказал мне на Белагра, что, скорее всего, с тобой никто не будет разговаривать. Но было все наоборот. Глава инженерного отделения Беларуси был там и я спросил, вы можете разрабатывать новые продукты быстро в Беларуси? И он сказал, конечно, при сжатии мы уже скопировали какие-то украинские насосы за три месяца и так далее и тому подобное. У нас есть то и другое. И я вам представлю нашего казахского дилера из Казахстана и так далее, который поставляет нам запасные части. И я подумал, что это очень интересный материал. поскольку я из Швейцарии, я связался с представителями компании «Штатлер», которые имеют еще представительство до сих пор в Беларуси. Они делают там составы. И постепенно мы работали вместе. Я бы сказал, что я встретился с большим количеством людей, которые хотели показать нам и мне свои успехи в работе в Беларуси. Они смотрели на ситуацию в позитивном ключе, положительном. Несмотря на то, что я, в принципе, писал материал про то, как санкции сказываются на стране, они показали мне, как работает промышленность, индустрия, как, например, беларусы делают чипы для военной промышленности России, и рассказал мне о том, что в Советское время люди в Советском Союзе бы не высадились, если бы не было чипов произведенных в Беларуси. И обо всех этих достижениях я слушал и думал, что вот как интересно это все. И несколько встреч отменились, потому что, мне кажется, собеседники побоялись лететь со мной, и я долго ждал человека в одном месте, который вечером сказал мне, что он заболел, дочь там что-то заболела или что-то. И я путешествовал по стране, поездил по стране. Мне это очень понравилось, было очень информативно, ну и депрессивно, потому что это такое восточное общество, которое аполитичное, которое хочет просто жить, чем не лезть в чужие дела. И в то же время, они многим интересуются, вот я помню, я был на Минском море, и я там сидел, и молодая пара там была, я начал у них что-то спрашивать, они мне что-то сказали, через несколько минут, когда, допустим, она пошла в воду, он подошел и сказал, мне очень интересно с вами поговорить, потому что я работаю на французскую компанию, они мне платят через Дубай, но меня беспокоит ситуация, и так далее и тому подобное. И потом мы разговорились, вот эти программисты вроде меня, теперь работают через Дубай. Я говорю, вы знаете, я журналист. Он сказал, да, ну как интересно, не знаю, может вам больше и не надо говорить, но я говорю, что если боитесь, опасаясь чего-то, то не надо. Но он сказал, ну, на самом деле, это будет полезно, потому что я хочу, чтобы люди на Западе знали, что происходит у нас, потому что если проблема случится какая-то, то есть я не буду виноват, потому что так мне компания платит, он дал название французской компании, с которым работает, и так далее. Он объяснил, что некоторые инженеры уже уехали из страны Польши, в Чехию, но, как и многие люди, с которыми я встречался там, говорили, что моя жизнь здесь. Конечно, я могу быть в Польше, но вот это место, где живу я, моя семья, хочу здесь оставаться. Эти все встречи для меня были очень интересные. Это не означает, что я узнал даже 5% того, что происходит в Беларуси, но это дало мне понимание того, как Минск, как город, функционирует. У меня было несколько очень странных ситуаций, когда кто-то знал, что с кем я встречался. То есть я не был слишком наивным, чтобы понимать, что никто ничего не знает, но никто меня не ограничивал. И, по сути, еще была очень удачная история, когда я встретился с человеком, когда жил в Хилтоне, в Дабл Три. Когда я приехал, я увидел, что большой информация о том, что банковская конференция будет на втором этаже проходить. Я пошел туда, и мне говорят, что тут такое. Они говорят, что это годовая конференция, ежегодная конференция представителей стран СНГ плюс Турции. Они сказали, что завтра приходите и сможете поучаствовать. Там было, благодаря тому, что там был турок, там был перевод. Я посидел, послушал. Было здорово, потому что мне хотелось больше узнать о банковской секторе. Они весь день об этом говорили, о банковских трансферах, переводах между странами. Там были президенты разных банков, всех банков стран. То есть люди, которые стоят во голове этих процессов перевода денег. То есть я подумал, как интересно. И опять же, в конце конференции, я подумал, что человек, который организовал конференцию, не объяснил им, кто я такой. И в конце конференции я попытался поговорить с представителями Казахстана и другими представителями. Потом кто-то пришел и сказал, я не знаю, почему вы здесь. Я сказал, ну вот меня пригласили. Они говорят, ну, знаете, конференция это для представителей СНГ, то есть вам не нужно здесь быть. Я сказал, ну ладно, хорошо. Ну ничего плохого не случилось. И все. Еще несколько материалов написал, включая тот, который упомянула Елена. И опять же, я бы сказал, что если бы меня просили дать совет, я бы сказал вот две вещи важные. Во-первых, нужно контролировать тайминг. Большая проблема в Беларуси. Как вы знаете, заключается в том, что Украина полностью на себя перетянула одеяло. Внимание! И невозможно соревноваться, конечно, с повесткой текущей новостной, которая самая важная за последние годы. Но такая же ситуация и у меня. Видите, в секторе Газа происходит серьезное событие. И фокус внимания моих боссов быстро перемещается. Поэтому я попытался продолжать работу над некоторыми материалами. не надо 7 октября писать боссов о том, что вы в своем прогрессе по поводу истории с Беларусью, когда тысячи людей погибают, сотни людей погибают в Израиле. Это неправильный момент для этого. Нужно иногда приберечь эту историю и в нужный момент об этом сказать. Когда я работал над историей, связанной с границей, вот я сказал, что граница закрыта, будет открыта, я там должен быть. И сказал, что вот что-то будет. Вот вам трейлер, как говорится. Но сложно иногда перетащить внимание на себя, когда фокус новостной повестки смещен. Конечно же, в любом смысле, в свете военного вторжения, вот этого военного конфликта, интерес, Беларусь привлекает к себе интерес. Ну и все, что связано с режимом Лукашенко, привлекает внимание, потому что существует понимание, что Путин сейчас не может позволить зажечь костер где-нибудь еще в своей сфере интересов и влияния. Но сложно продолжать рассказывать, что это всего лишь страна, где нет свобод, где люди не могут чего-то делать. Это все историю. Сложно еще раз вот пересказывать, потому что ситуация другая. когда мы с Еленой познакомились, вы сказали, что вопрос с алгоритмами, вот мы просто упомянули, это вопрос, связанный не только с Беларусью, это более обширный вопрос. Моя работа как раз связана с тем, чтобы понимать, как можно лучше то, что происходит, потом подняться над историей и увидеть, что допустим, это деревня, про которую мы писали, она рядом с Валканом и так далее. И именно этим я и занимаюсь. сейчас в польской битве за власть, мне нужно сказать, что Польша в каком-то смысле это лакмусовая бумажка того, как новое правительство может вернуться к ситуации, которая была в прошлом. То есть, отмотать назад какие-то решения. Это новая ситуация, с которой мы столкнулись. что может быть сделано, что произойдет в Польше, может иметь результат и влияние на оппозицию в Венгрии, в Турции, не в Беларуси, потому что в Беларуси на повестке дня идет работа с дитектурой, вот более стременная ситуация. Но вот стоят странные вопросы. Как, насколько вы можете нарушать закон, чтобы подчинить закон? Вернуться к законности. Как подчинить законность, если есть законы, которые одна страна считает легальными, а другая страна считает нелегальными? И об этом я пишу, о деталях. Но не о всех, конечно. Елена спросила меня, попросил мне рассказать о стори-тейлинге. Писательство происходит довольно легко. Сложнее не писать, а потом редактировать. Это намного сложнее. Мы всегда думаем, что все, что мы написали, это шедевр. Следующий код да Винчи, как говорится. Ух ты! Я написал такую хорошую статью. По шедевру в день я выпускаю, как говорится. У меня есть редакторы, которые напоминают мне ежедневно, что на самом деле материалы мои не совсем шедевральные. Это помогает. Я благодарен за это. И я знаю, что мой материал был не всегда хорошим, когда я много напишу. Они мне присылают обратно. Материал мой короче, и я не могу понять, чего не хватает. Вот это знак того, что, видимо, то, что они вырезали, не было таким уж важным. Если вы не понимаете, что они вырезали, значит, наверное, и не надо было этой части там быть. Многие люди переписывают, если пишут слишком много, поскольку они пишут на ходу, как говорится. И мне кажется, это начало конца, когда вы пишете на ходу. Ваша цель должна быть накопить информацию в ноутбуке, в телефоне, в блокноте. И в какой-то момент вы должны понять, что вот, сейчас я готов писать. Конечно, это не касается срочных новостей, когда там разбивают самолет. Но, скажем так, это какой-то материал, который вы пишете неделю, вам точно нужно следовать этому алгоритму. Потому что, когда вы пишете на ходу, все подряд, вы записываете все, что вам сказал человек, с которым вы встретились. В какой-то момент вы можете понять, что спустя день, после того, как вы встретились с шестью людьми, это был как первый поцелуй, но люди после него были не менее или даже более интересны. Может, первую информацию от первого включать не нужно в свой материал. И вам нужно сдерживаться. Например, на этой неделе у нас был посетитель, ведущий экономический писатель, Мартин Уолф, очень известный журналист. Ему 77 лет. Он очень много работал в журналистике. И я его спросил, как вы пишете? Он говорит, я пишу только утром. Потому что ночью мне нужно поспать, чтобы все мои мысли пришли в порядок. Поэтому я, говорит, пытаюсь все материалы обработать к вечеру, все просмотреть, потом ложусь спать. И потом утром я просыпаюсь, и мне ясна вся картина. Мне нужно ее записать. И я подумал и говорю, я не уверен, что мой мозг так работает. Но пример интересный. И я думаю, что он имел в виду, что он дает себе время, все осмыслить, все свои материалы, которые у него накапливаются. И, с другой стороны, вы пишете для кого-то, не для себя. Поэтому то, что вам кажется очень важным, все вот это, может быть, не является таковым для вашей аудитории. Это шок и не очень приятно для вас. Но так происходит. И очень часто есть ситуация, когда редактор говорит, я не понимаю вообще, что ты написал. А я говорю, что значит не понимаешь? Он говорит, я не понял. Нужно всегда понимать, что у вас разная аудитория. И вам нужно делать так, чтобы они вас понимали, ваш язык. Просто показывая, что у вас есть детали, какой-то ситуация не помогает. Это намного более длинным сделает ваш материал. Вам нужно намного больше информации. Однажды глава редакции сказал мне, нужно 10% того, что вы записали у себя в блокноте оставлять в материале. Это может быть экстремально, но, тем не менее, базовый посыл здесь правильный, что нужно беспощадно резать. И даже великие писатели в истории, которые есть, они так же работают. Они все знают, все детали того, что произошло в битве при Австралии, например. Но они выбирают один эпизод, который они хотят проиллюстрировать. Например, то, что сделали, а не сделал Наполеон. Я думаю, что это сложный навык, потому что он контраинтуитивный. Но помните, что надо быть реалистом. Среднее время чтения материала, и сейчас есть алгоритмы, которые это подтверждают. Сейчас можно это все проанализировать и посмотреть, сколько она читает. Сколько людей прочитало, теперь мы знаем, и не так важно, потому что это может быть кликом, но важно, сколько времени привлечь на странице материала. И если минуту читали, значит, все в порядке. Подумайте, сколько слов вы можете прочесть за минуту. Я думаю, что более 5000 знаков за минуту я не прочту. Это я, может кто-то быстрее читает, чем я. Вам нужно помнить об этом. Им нужно помнить, что не нужно делать чрезмерные, чрезвычайно длинные материалы. И нужно также, чтобы с самого начала вашей статьи читатели заинтересовались материалом. Также меня Елена попросила несколько слов сказать о питчинге. И прежде всего, и это базовый момент, нужно знать, кому вы питчите. Иногда кто-то питчил мне, и они не знали, как правильно звучит мое имя. Они копипастом направили питч 50 СМИ. Это сильно неприятно. Не то, чтобы меня это задело, но это показывает, что они не очень аккуратно обратились в работу. Если они меня Ральфом назовут, а я Рафаэль, я надеюсь, что они не перебрут все имена в своем материале. Но также иногда они, похоже, не достаточно хорошо изучают тему. И они не хотят узнать, чем занимается СМИ, в котором я работаю, какие материалы мы освещаем и пишем. И в конце концов, кстати, нужно использовать лесть. Мы знаем, как хорошо это работает, если вам нужно договориться о встрече, если вы встречаетесь с первым секретарем посольства. Используйте лесть. Если вы начнете питчить с того, что скажете, я вижу, что ваша варшавская газета какая-то написала очень интересный материал про это, я бы предложил статью, которая касается этой большой темы или раскрывает ее с другой перспективы, с другого угла, с другой точки зрения. Может быть, вы ни с кем-то из этого СМИ не встречались, но вы можете показать свои связи с этим СМИ. Это не то, что... В принципе, я могу сейчас узнать, по сути, кто чем интересуется с помощью интернета. Вам нужно питчить правильному человеку вашу историю. И вам нужно сказать им, почему это важно, почему это важно сейчас. И затем вам нужно сказать, почему вы уникальный человек, почему им нужно выбрать именно вас, а не своего корреспондента или кого-то другого со стороны. Вы можете сказать, что, допустим, я работаю над этим давно, или с людьми, которые об этом пишут. Но это база, как говорится, но многие люди не знают этого. Они пишут, я хочу написать о том, как сидит какая-то голубая обезьяна на дереве. И пишут ответы, но мы об этом не пишем вообще. И синих обезьян не существует. Ну, что вы имеете в виду? Почему вы нам такое пишете? Вам нужно быть, как говорится, в теме. Это не просто, но если у вас инсайт, как говорится, если вы знаете, что происходит в какой-то закрытой ситуации или диктатуре, которая существует с 90-х годов. Это интересная тема, особенно, но сложно сделать именно тот момент, прийти и сказать, когда все совпадет. Иногда вам просто должно повезти. Вот, в принципе, я хотел сказать, что, надеюсь, что вам было интересно. Хотя бы на 10% то, что я рассказал. Но я рад что угодно вам рассказать. Задайте вопросы, если есть. И, кстати, вот я вам говорил, что слишком много писать не нужно, а говорил слишком много. Я, видимо, не следую своим собственным рецептам. Но у меня есть время в любом случае с вами поговорить. Просто комментарий. Мне очень понравилось то, что вы говорили в самом начале о том, что нужно немножко со стороны смотреть на свою работу. Потому что очень часто на тренингах журналисты хочет что? Нужно писать очень эмоциональный материал, персонализированный, используя масштабный подход. А вы говорите вот о трешенности. Вот, я бы сказал, это классический подход, когда говорят, что нужно через себя всё показывать. А вы говорите, что нужно идти в тень. И это мне показалось очень интересно. Но это потому, что я уже пожилой человек, как говорится, старик. И, честно говоря, когда я изучал журналистику, мне говорили, никогда себя в историю не помещаю в этот материал. Но! Но времена поменялись. И реальность такова, что я лично... Мне лично сложно быть в материале, потому что ты репортер, и есть люди колумнисты, и есть люди, которые пишут свою колонку. И у них у всех разная задача. То есть вам не нужно писать историю про то, как ваша бабушка варила самый лучший суп, вы встретились с шефом, и это напомнило вам ваше детство. Но мне об этом говорили, конечно, до того, как появились в социальные СМИ. Но журналистам говорили, что там есть барьер. Журналист не должен, например, коммуницировать. И когда я впервые начал работать в газете, люди могли писать в редакцию письма. Мне писать. Если у них есть номер телефона, они могли мне позвонить. Но когда я только начал работать, все поменялось. Сейчас они не могут связаться. Хорошо это или плохо? Не знаю. Но я думаю, что в целом не очень хорошо. К тому же есть другой элемент, ухудшились условия работы журналистов. Теперь же журналисты наполовину активисты. Они работают в НГО. Пишут. Если вы трейдер в банке, вам не разрешено владеть акциями с компанией, чьи акции вы продаете. Это называется инсайдер трейдинг. То есть, если вы за себя еще продаете акции свои, это конфликт интересов. Если вы пишете о древнем греческом театре, и об НГО, и о Белоруссии, нормально. Но если вы пишете о двух темах, которые близки, у вас проблема. Я понимаю, что польский журналист, который работает в украинской армии, пишет, что мы сейчас наступаем на врага. Есть такая журналистка. Она пишет из танка, но для меня это неправильно. Это не помогает. Я думаю, что люди сейчас так внимательно относятся к тому, что они слушают и читают. Важно, чтобы таких вещей избегали. Вот этот конфликт интересов. У вас другая ситуация, потому что у вас другая эмоциональная повестка. Это ваша страна, ваша прошлое, ваша семья, ваши друзья. Ситуация, конечно, отличается. И у меня такого не было. Мне сложно даже каким-то образом сравнить это с твоей ситуацией. Но я всегда говорю, я буду адвокатом дьявола, буду говорить вам вещи, которые вы не хотите слышать. Потому что хочу спровоцировать интересные комментарии от вас. Между прочим, если мы из одного лагеря, я думаю, что нам скучно будет просто общаться. Поэтому на этой неделе я кого-то расстроил, потому что я сказал, вы говорили, что правительство ПИС было диктаторским. Но если это было действительно так, то почему они проиграли выборы? Потому что смысл диктатуры в том, чтобы никогда не проигрывать на выборах. И человек мне, поляк, сказал, что вы имейте в виду, что им нужно власть оставаться всегда. Нет, я говорю, я этого не говорю, но просто вы используете такие термины. Говорить о диктатуре, но смысл диктатуры заключается в том, что каждый раз, когда проходят выборы, это театральная постановка. Есть люди, которые идут куда-то, там бюллетени бросают, президент бросает бюллетень, все улыбаются. И вечером все узнают, что 89 или 95 процентов проголосовали за вас, партию власти. Но в Польше так не было. Или нам нужно сказать, что они самые плохие диктаторы, неуспешные диктаторы в истории, потому что они проиграли выборы, я имею в виду в Польше. И поэтому важен язык, который вы используете. В Financial Times мы очень сильно пытаемся следовать подходу «показывай, но не говори». Можно писать просто «такие-то закрыли телевидение». И читатели сами поймут, плохо это или хорошо. Не нужно говорить им, плохо или хорошо. Особенно, если вы что-то описываете. Или просто скажите по-другому, фактически, что впервые за историю демократической Польши новое правительство закрыло гостеревидение. Не надо говорить, что это было абсурдно, классно и так далее. Это факт. У меня есть вопрос. Пожалуйста. Хочу вернуться к вашей поездке в Беларусь этим прошлым летом. Я считаю большой шанс, что за вами следили спецслужбы. Люди, с которыми вы говорили, за ними тоже следили, и они могут быть арестованы. Это важно для ваших СМИ? Это вас волнует? Для меня это волнует, конечно, потому что я дал вам пример, что когда я был на пляже, на мискоборе, в лавках, как говорится, было не очевидно, что я журналист. Поэтому я себя обозначал. Вот я не хожу с блокнотом и не опрашиваю людей. Ну, я сразу сказал, кто я, чем я занимаюсь. Я думаю, что если за мной следили люди, которые это делали, они внимательно следили за моим взаимодействием, они видели, что если я к кому-то подхожу, если этот человек пытался ко мне подойти, я думаю, что они бы вели себя по-другому. Я думаю, что я вот такой журналистикой под прикрытием не занимаюсь. Потому что, во-первых, нам не разрешается записывать разговоры по телефону без одобрения собеседника. Это по нашим правилам International Times. Во-вторых, мне не хочется подвергать людей риску, на который они бы не хотели идти. Но есть моменты, когда, конечно, есть потенциальные проблемы для этих людей. Может быть, я наивен, но я думаю, что люди, которые много лет прожили в таких ситуациях, в таких условиях, они знают, когда они могут подвергаться опасности, и, к сожалению, они, возможно, в любом случае подвергаются опасности, вне зависимости от моих действий. Если правительство хочет кого-то арестовать Олега, в этом режиме они арестуют. Им не нужно что-нибудь. Конечно, может быть, они спросят, что он там говорил. Но я не думаю, что я никого не толкаю, вот, например, в ситуацию, где им бы пришлось не знать, с кем они общаются. Конечно, это вопрос. Никогда сложно описать границы в своей влеченности. Может быть, иногда информация, которую вы получаете, она важна для общественности. Ну, и нужно пытаться. Я думаю, что единственное, что вы можете сделать, прежде всего, вступать в коммуникацию прилично. Потому что многие проблемы связаны с неточностью интеракции. Вам что-то говорит, вы что-то другое записываете, и потом появляется проблема. То есть нужно очень внимательно эти аспекты анализировать, к ним подходить, отслеживать их. Например, если человек, который мне говорил, что рассказывает, как они блестяще избегают санкций, они знают, кто я, и мне кажется, это их ответственность. Если они мне это говорят, мне рассказывают. Не моя ответственность. Вот они работают там, где они работают, и они мне такое говорят, если они расскажут мне, как успешно им удается уходить от санкций, это их ответственность. Люди, конечно, делают глупости, когда… Одна из первых историй, с которыми я работал, когда я только начинал работать, я был в Давосе на Всемирном экономическом форуме, и я увидел человека, в котором я узнал представителя крупнейшей французской средней компании. Я подошел, представился, и они тогда строили очень большой стадион для чемпионата мира по футболу. И я ему говорю, то есть вы получили этот контракт, выиграли тендер, потому что у вас было самое выгодное предложение в плане цены. Он сказал, да, но помогает, когда ваш лучший друг Джак Ширак. Я сказал, а, да, ну ладно. И я это рассказал боссу, пленку это проиграл. Он сказал, невероятно, обалдеть. Это практически признается в коррупции. Но этот человек был идиотом, он возглавляет крупнейшую компанию, и возглавлял одну из пяти крупнейших компаний во Франции, и ему достаточно платят, чтобы он отвечал за свои слова и действия. Ну, вот он так вступил. Ну, информация была, которая касалась вот этого крупнейшего стадиона, она была важна для общественности. Ну, я не писал, конечно, о его второй любовнице, что не является, не должно являться интересом общественности. Вот об этом мы написали. Ольга спросила, ну, это очень грустно, но этот вопрос уже не очень интересен. Это как-то забавно для аудитории. К сожалению, не слышно вопросов. Если есть какой-то новый фокус этого вопроса, который мы можем использовать... что-то с моим, извините, микрофоном. Вопрос связан с политическими причинами. Вопрос связан с политическими причинами. Да, политические причинами, да. Вот этот вопрос, ну, аспект, тема растет каждым днем, со собой более актуальной. Я думаю, что единственное, вот одно, что я заметил недавно, может быть, ничего нового там нет, но довольно много людей имеют родственников, которые попали за решетку или были задержаны на какое-то время. Я не знаю, но мне кажется, это изменением ситуации, конечно. Если вы, например, являетесь писателем знаний, и вашего отца сажать в тюрьму, это как будто бы берут заложники. Это новый этап, конечно, в ситуации. Это, в принципе, об этом можно написать, в том плане, что режим Лукашенко уже больше не наказывает людей за то, что они сделали, а за то, что сделали люди с ними связанные, косвенно. Кто-то может сказать, что и так было с самого начала, и ничего нового там нет, но мне кажется, что это может быть новый взгляд на ситуацию. Но да, есть проблема. Страна, где люди много лет сидят в тюрьме, нельзя такие вещи представлять в виде передовицы. Ну вот, если, конечно, там ничего-то сильно нового, драматического не произошло. Например, вот человек ханчает жизнь самоубийством в тюрьме, или кто-то его к этому принуждает, или так далее. или это преподносится как самоубийство. Но я бы сказал, что уровень принятия в Беларуси того, что этот режим может зайти довольно далеко, он очень сильный. Другими словами, люди готовы к этому. Был период, когда Запад говорил, вот он просто оператор, вот он хочет с нами сотрудничать, можем с ним сотрудничать. Сейчас уже такой приторики нет. Сейчас уже Лукашенко видится как младший брат Путина, и его, в принципе, на один уровень ставят с Путиным. Нет такого подхода, что ждут того, что Лукашенко сбрится с западом. Теперь война, вот ситуация поменялась. В результате ожидания таковы, что Лукашенко будет использовать жёсткую силу для того, чтобы оставаться в власти. И им не с кем вступать в переговоры, и нет темы для этого. Это ужасная ситуация для людей, которые находятся за решёткой в Беларуси. Допустим, вот выборы в феврале будут в этом месяце. ОБСЕ не пригласили. Мы очень далеко ушли от ситуации, которая была в прошлом. И это чувствуется? Не знаю. Но вот эта идея, что ситуация была шаткая в стане, и, конечно же, один день Лукашенко не станет. Но вопрос главный, он будет у власти тогда или нет? Последний вопрос, пожалуйста. У меня два вопроса. Первый. Простите, плохо слышно. Второй вопрос о том, что похоже и не похоже. Давайте повторим вопрос. Есть ли связь между Гонконгом и Беларусью? Что-нибудь похожее? И второй вопрос. Беларусь сейчас находится между конфликтом больших держав, с одной стороны России, Европейский союз. И Гонконг сейчас концептуально, похоже, ситуация находится между США и Китаем. Можете о Тайване рассказать, если хотите. Что вы можете об этом сказать? Сложно сравнивать ситуацию эти. Я бы сказал, что, в принципе, любая маятность, интерес меня заведет в любую ситуацию. Меня интересует все, что мне говорят люди. В конце концов, я вижу, что у нас есть общность, как у всех людей. И где бы ни были, у нас одни и те же нужды, желания, амбиции, ревность даже, борьба за власть. Поэтому меня всегда удивляет, куда бы я ни приехал. И мне говорят, что ситуация тут полностью другая, а на самом деле все очень похоже. Потому что фундаментально изначально тут похожа ситуация, как я вначале говорил сегодня. Конечно же, оппозиция в Вильнюсе очень сильно отличается от оппозиции в Мадриде, в Вильнюсе, в Белорусской. Но базовые вещи у них очень похожи. Именно это я вижу. Это я замечаю. Вот базовые вопросы. У них те же заботы. Как оставаться связанной с страной, в которую они не могут въехать. Как оставаться на повестке дня релевантными. Как не втянуться в этот международный цирк, где все, что вы делаете, это посещаете разные конференции и повторяете один и тот же месседж. Пожалуйста, скажите о Беларуси, скажите о Винсуэле. Действительно удивляет, как в разных странах похожая динамика происходит. В Гонконге, в Беларуси, единственное, что похоже здесь, что приходит мне на ум, это то, что Гонконг постепенно менялся и потерял свою идентичность. По-разному, по-своему, но в каком-то смысле Беларусь сейчас так сильно зависит от России, не Беларусь, а Беларусь, а Беларусь, скажем так, он стал таким зависимым от России, что Лукашенко может говорить, что хочет относительно суверенитета Беларуси, но он продал свою страну. Кремлю. И вот эта реальность. И Гонконг изначально начал со слоганом Британцы отдали Гонконг Китаю, китайцы сказали, это одна нация, две системы. Китайцы очень умные, потому что они знали, что Гонконг во многом был очень продвинутым по сравнению с материком Китаем, очень открытым, торговля невероятная, очень много инвестиций из Европы, из Америки. Они это сохранили, и научились у этого, и заработали на этом, и использовали Тайвань как порт, активно продвигая товары Китая в ВТО и так далее. В последнее время, когда Гонконг начал говорить, что мы тоже хотим больше политической независимости, выборов своих и так далее, в Китай, там были большие протесты, вдруг Китай сказал, ну подождите, политический лидер один, политическая партия одна. И люди сказали, да подождите, вы же сказали, что мы одна нация, две системы. Мы не хотим, мы не верим, что Си Цзиньпинь Бог, мы хотим избрать другого человека. И ситуация осложнилась. Многие мои друзья не могут быть в Гонконге, потому что у них проблемы с этим. Один мой друг, один из коллег с Financial Times, он на выходные поехал в Бангкок, там много лет прожил, и в аэропорту ему сказали, ваше вид на жительство уже не действует, но он говорит, а там в школе мои дети учатся, я живу там. И мы сказали, нет, 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 вам нужно уехать 24 часа. И все. И что он сделал? Он был вице-президентом Гонконгской ассоциации национальных журналистов. И он проводил такие встречи, вроде сегодняшние, куда они приглашали китайских диссидентов для выступления. Но он лично не приглашал. Вся их организация приглашала. Но он там, конечно, был на месте, где сейчас сидит Елена, допустим. И он, как говорится, косвенно отвечал за встречи, которые происходили постоянно, когда я был там. Но ситуация изменилась. Китай намного более контролируемое общество сейчас, чем было раньше. На всех уровнях. Я уже не говорю о том, что везде камеры, везде наблюдения. Не нужно следить даже за вами. Физически. В Китае. Везде камеры. Ваше лицо опознается системой. И все. Они знают, где вы. Только какие-то вопросы. Они знают, где вы. Они знают, где вы. Они знают, где вы. Они знают, где вы. живы. Вы все. Живы. Нет. Я вижу, что вы живы, конечно. Очень живы. Вы все еще работаете и занимаетесь журналистикой. И люди говорят, что журналисты плохие там. А я говорю, да, да, да. Я не говорю, что журналистика без проблемная профессия всегда есть вопросы. Но журналистика очень важна. Американцы называют это четвертая власть. Как ни назови это, в любом обществе это всегда есть журналисты для того, чтобы показать, куда движется общество, что оно приобрело, что оно потеряло. И для меня тот факт, что Белсат и другие такие крупные структуры существуют, это большой плюс наше достижение. Опять же, по большому счету, вы намного опережаете другие страны. Вот могу вам дать пример. Бирма. Другие страны, которые находятся в закрытом режиме, там нет у них ресурсов, чтобы делать то, что делаете вы. У них нет ни ресурсов, ни возможностей. Поэтому вы молодцы. Все эти вопросы, которые мы обсуждали сегодня, это вопросы, которые не связаны с вашей возможностью работать. Они связаны с новостными интересами, с новой повесткой. но если вы будете поддерживать и развивать СМИ в своей стране, если они будут сильными, это будет прекрасно, не забывайте и относитесь к этому серьезно. Но есть другие страны, где для аутсайдера даже видно, что свободы намного меньше, чем в вашей работе. Польша очень повезло с белорусами, что вы здесь. Это точно. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что поляки это знают. Как вы думаете, знают? Нет, вам не кажется, что люди местные знают, что это так? Я думаю, что они знают. Конечно, есть всегда вопросы, и некоторые говорят, что слишком много украинцев стало больше, но в целом, если посмотреть и оценить вклад, который украинцы сделали в страну, то он чрезвычайно большой. Я не говорю о симпатиях относительно войны. Я имею в виду конкретный вклад, количество талантов, которые из Беларуси и Украины приехали в Польшу. Он невероятное количество. Я даже не понимал этого, до того, как приехал сюда, насколько высокий уровень людей в этих странах. Уровень в Польше профессионалов очень высокий. Студенты здесь намного лучше, чем британские студенты, я бы сказал. Я так думаю. Ну, Витя, мы нашли несколько позитивных моментов. Много, не один момент. Да, потому что, в конце концов, стакан наполовину полный нам решать. Да, в вашей стране вы не можете работать, но можете работать. Здесь, по крайней мере. И барьеры для информации, помимо алгоритмов, они намного ниже, чем раньше. Намного ниже. Потому что раньше диктаторам просто нужно закрыть, была возможность печатать информацию и все. Большевики так сделали, 20-го года, 20-го века и все. К сожалению, не слышно. Да, да, абсолютно согласен. Если у вас очень сильный союзник, вам намного проще. Например, кубинцы, они не на острове живут, поэтому самое лучшее, что они могут сделать, это сесть на корабль и поплыть в Майами. Но это не то же самое. Ситуация другая. И культура, в конце концов, большинство поляков каким-то образом связана с Белоруссией, с Украиной, будут родственными связями. Не большинство, не все, но многие. Поэтому для них это не то, что непонятно кто там, непонятно где. Люди, о которых мы никогда не слышали. Которых ничего не знают. Нет, из-за того, что я понял. Они, поляки, понимают о том, что происходит в регионе. Спасибо большое. На этом остановимся. Спасибо всем за ваше внимание, за ваше присутствие и участие. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Телеграм и Инстаграме Беларусь. И это будет прекрасная возможность еще нам встретиться в будущем. Спасибо и до встречи. Спасибо и до свидания. Спасибо.